Сталинский ампир В середине 20 века Общественники намерены отстаивать Проблемы везде одинаковые Обрушаются лепнины, колонны, штукатурка, карнизы И даже балконы Для того, чтобы привести их в нормальное состояние Не надо слишком много средств Не надо 50 миллионов на реставрацию Это свидетели Я считаю, очень великой героической эпохи Освоения целины Первого полета человека в космос Развитие экономики Развитие культуры и науки Технической революции Женщина, которая полностью посвятила себя Мужу революции Надежда Крупская В этом здании на проспекте строителей 21 Установлен барельеф Надежде Константиновне И в этом же здании библиотека ее имени Одна из самых старейших в Сибири Ей уже практически 100 лет Советская власть С первых же шагов Обеспечила женщине равные права с мужчиной А это блеск нищета Советского неоклассицизма Лицевая сторона дома едва припудрена А во дворе послевоенная картина Такая же ситуация на Ленина 58 73 и строителей 4 Боюсь, я обхожу стороной Я близко не подхожу Это просто ужасно Это затратно, это дорого Но если провести один раз качественный ремонт Это, я думаю, намного будет выгоднее, чем проводить каждые три года Жильцы же должны к этому нормально относиться То есть и управляющая компания, которая обслуживает этот дом, должна об этом контролировать А это Ленина 85 Каждый раз, проходя по такими зданиями, барнаульцы могут проверять свою карму Вспоминается случай, который произошел несколько лет назад на проспекте Социалистическом Когда мужчине на голову упал кусок штукатурки Тогда он получил серьезные травмы головы, позвоночника Впал в кому Следствие установило, что управляющая компания своевременно не обследовала кровлю и фасад Поэтому лично мне непонятно, зачем устанавливать такие таблички и не решать проблемы Это то же самое, как написать Извините, вы здесь можете умереть, но ответственность мы не хотим нести Общественники подали жалобу в прокуратуру и управление государственной охраны объектов культурного наследия Результаты проверки будут известны через месяц Игорь и Даниил готовы стоять на своем Ведь в то время, как город застраивается бездушными жилыми коробками Барнаульский Петербург разрушается на глазах Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком